Добро пожаловать домой! Мысль, конечно, ну разрешить бутерброды с кофе во время собрания, попкорн, чтобы так плавно переходить из онлайна в замечательное личное богослужение, но ну уж нет, 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 все, в прошлое собрание в воскресенье было меньше людей, почему тот остался дома, все, 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 так же не обнимаемся, так духи просто обняли друг друга, там, конечно, все держим дистанцию безопасную, как я вижу, все в масках, все молодцы, дома. Если кто дома, онлайн, ТБН, всех вас приветствуем, всех рады, безумно рады видеть, вот, знаете, ну почувствовал себя как-то плохо, там, температурка и так далее, ну, правда, оставайся дома онлайн, но все остальные, кто может дойти, доходите, здорово, на первом собрании еще есть места, все, все, что, я не знаю, я рад, вот просто рад вас видеть, безумно рад вас видеть, поэтому, поэтому вот. Спасибо вам, что вы есть, садитесь друг к другу, поулыбайтесь, скажите, ребята, мы дома, дома. Сколько всего интересного было, самое лучшее прославление. Я хочу рассказать вам немного, как вообще функционирует церковь, чтобы вы понимали, как вы приходите утром. Вчера я был в гостях у человека, который руководит группой «Порядка» нашей, и я спрашивал, во сколько поедешь ты завтра на собрание, чтобы, может быть, к 9 утра поехать с ним, чтобы две машины не гонять, чтобы и супруга потом приедет, заберет. Я говорю, во сколько вы, ну, едете? Он такой говорит, к 8. Я говорю, ну, ладно. Я две машины погоняю. Потом, я сегодня спросил у прославления, во сколько они пришли, чтобы настроить все и начать репетировать. Они приходят к 7.30. Вот представьте, мы с вами приходим, мы видим группу «Порядка», там, вот они стоят, вот их мало, вот их много, правильно они что-то делают или неправильно. Слушайте, они приходят, в отличие от тебя, к 8. И они продолжают тебе улыбаться, они меняются, да, есть одна группа «Порядка», другая. Но это наши люди из церкви. Прославление вообще приходит в 7.30. Мне кажется, вот человек, он не уходит просто. Никогда. У него, как у Шварценеггера в фильме «Бегущий человек», такой ошейник, видимо, он боится отойти на какое-то расстояние, у него рвание от головы. Ну, я не знаю. Такое ощущение, что когда мы здание покупали, он прилагался как часть аренды, ну, как часть здания. Вот, но, а какое здание мы покупали, где мы рояль красный таскали? Я вот не помню. Помните красный рояль? Рояль? Ну, мы как-то... Ну, не, рояль мы не покупали. Я помню, что мы его тащили на ту территорию, которую мы купили, и он стал наш. Вот, ну, как и... Так церковь наша начиналась с гитары, которую, знаете, мы ее все искали, эту гитару. Швейцарцы приехали к нам, такое прославление вели. В 95-м году мы открывали церковь, и какой-то швейцарец... Вот знаете, вот эта вот атмосфера такая вот. Мы такая церковь, нас там все-то 16 человек, первое, второе собрание. Вот такие вот, вот, начнем служать. Какой-то ДК, 90-е бушуют вокруг. И в какой-то момент швейцарцы приезжают, и он, знаете, он... Ну, дай гитару мы сыграем. Вот так ему сказали. Прям... Прям все как на улице. Слышь, дай поиграть, или дай позвонить. И вот, знаете, он... Он так, пром, из чехла гитару достал. У нас человек ее взял, трынь, стали играть. Язык никто не понимал друг друга. Ну, мы... Да-да-да. И он, когда он хотел ее обратно забрать, Оказалось, что он нам ее подарил. Ну, мы так подумали. А так как был языковой барьер, пастор тогда только начал учиться преодолевать эти сверхзвуковые барьеры. И он... И в конце, я прям помню, он с таким обреченным видом... Ну, тогда и чехол забирайте. Вот. Ну, и у нас это была гитара. Она была такой... Ну, как вы знаете, это... Так же мы какой-то вот рояль... Я прямо сейчас вспомню... Видимо... Видимо, мы покаялись в этом, и я забыл. Вот. Но мы какой-то огромный красный рояль таскали. Вот. Я прям помню. Прям огромный вот такой прям. И мы его возили туда-сюда. Где-то. Но он как-то наш почему-то стал. Я помню, что мы как-то его... Как свой восприняли. И так же его куда-то унесли. Но... Но... Да. Ну, Садыка же был, да. Вот тут недалеко, где метеор этот там стоит. И там вот этот... Там этот рояль красный был. Друзья мои, я хочу прочитать вам сегодня местописания, которые я обещал на ночной прочитать. Такие, знаете, которые мне никогда не нравились, вам тоже не понравятся, но это правда жизни. И поэтому я хочу сегодня поговорить на какие-то такие... Ну, довольно серьезные темы, но своим любимым веселым стилем. Да? Давайте по этому будем двигаться. Я забыл, как я назвал проповедь. Я вчера присылал кому-то. А, и вечный бой. Покой нам только снится. Вот так я ее назвал. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Иоанна 16.33. Евангелие от Иоанна 16.33. И если вы мне поможете, откроете сзади меня, и я буду читать, будет мне намного лучше видней. Да. А так, знаете, а так можно сказать, а сейчас наизусть. И прямо оп, в монитор. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, а в мире будете иметь скорбь». Знаете, как-то Иисус, обращаясь к своим ученикам, перед тем, как он отходит на небо, что он вот сейчас будет, разные произойдут события в их жизни, он говорит, «Я вам даю мир. Я даю вам свой мир». И он так вот это все будет создать. Но вот проживая в этом мире, вы будете иметь скорбь. И вы знаете, и мне кажется, ученики, они говорят, «Подожди, ну не, ну как-то, вот пробуждение, рост, домашние группы, там посеял, пожал, там пожертвования, все-все-все, понял духовные принципы. Это же, ну вот это хотим. Нам вот-вот скорбь, там что-то вот щеку там вторую подставь, или там Царство Небесное усилим берется. Ну мы как-то пролистываем эти места. Больше нам нравятся места милости, которые превозносятся над судом. И это правда, и точно так же это есть. Больше нам нравится, ну, такое, чтобы вот наша плоть, это нормально. Она не любит страдать. Она не хочет страдать. Она просто говорит, «Нет, ну не хочет минус 30». Она не хочет заводить машину, ну, вот я недавно смотрел, человек ходит по морю и говорит, «Я пришел к выводу, что жить на пляже, это намного лучше, чем в мороз, в Мерседесе ездить на работу». Ну, я с ним согласен. Но я не на пляже. И я не в Мерседесе. Но я езжу на работу, я так же грею этот двигатель, и так же я знаю, что ближайшая температура будет... Ну, есть вещи, но она будет холодна. Пару недель. Вы в курсе? А зачем вот такое лицо делать, что будет холодно? Будет холодно. Правда жизни. Мы будем иметь скорбь. Что мы будем делать? Значит, дома прибавим отопление, больше заплатим за газ, за электричество, потому что каминчики тоже добавим, больше заплатим за бензин, больше... И ты знаешь, и вот многие люди, они говорят... Ну, нет. Вот ной. Не ной. Была классная реклама тогда. Плачу. И плачу. Зачем плакать-то? Просто плати. Ну, потому что... Ну, это правда жизнь. Есть реальность, которая нас с вами окружает. Есть как бы вещи, которые в нас... Ну, они очевидны. И примирившись с ними, ты внутри себя станешь намного более простым и более веселым человеком. Потому что реально... Ну, вот дети плачут. И это... Ну, что ты с этим сделаешь? А где-то... К четырем, к пяти месяцам они вот так вот плакать, как будто бы перестают, у них вот это начинается. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Многие из этого состояния не выходят. И даже я смотрю, лет 30-40... Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. И даже в церкви, да? Много таких из нас с вами. То есть они... Все будет холодно. Будет... Вот ему всегда холодно. Зимой слишком жарко. Весной он обувь пачкает. Значит, у него этого не хватает. Там у них... Смотришь и думаешь, ну что такое? Мне недавно... У меня есть часть моих знакомых, которые говорят, к морю переехать хотим. Прямо к морю. И я недавно, значит, человек переехал к морю. Сейчас расскажу вам про жизнь в Сочи. В Сочи это море, солнце такое, безработица. И я постоянно бухаю. Я думаю... Зачем вы все еще к морю хотите? Вот, ну, здесь и работа есть, и не обязательно постоянно там бухать, еще что-то, и все нормально здесь. А газ прибавил? Ну, сиди там, я не знаю, включи машине этот... Все можно компенсировать. Вот к чему я вам говорю. Все можно на этой земле компенсировать. Если вы предупреждены, то значит, у вас в вашей жизни есть варианты победить этот мир. Писание говорит, будете иметь скорбь, но мужайтесь. Это можно победить. С этим можно работать. Есть три вещи, основополагающих для... Я для себя это сделал. Я помню раньше, когда я был молодой христианин, я приходил и все время записывал пункты за людьми, которые давали эти пункты. Знаете, как-то там, знаешь, он вышел. Самое главное в церкви, это, значит, первое. На первом месте и это. Помню, я в прошлый раз это говорил. И люди, они пункты. В семье главное вот этот пункт, пункты, пункты, пункты. Я помню, как писал, писал, и однажды я выхожу на сцену и думаю, а я сейчас сам пункты буду говорить. Чего я буду за кем-то записывать? И вот у меня есть три пункта моего здоровья. Я, знаете, я пришел к выводу, что для того, чтобы быть здоровым, не в смысле здоровым и всех там мучить с тем, что ты огромный и здоровый, а именно быть здоровым. Нужно три вещи. Первое, это вода, правильно ее употреблять, по-умному пить и все делать правильно. Второе, это питание, а именно выкинуть все сахара из жизни, все сладкое и все остальное. И третье, это побороть стресс. Вот, вот, смотрите, и вы такие пишите. Вот, да? Вот, смотрите, ну, большинство из вас записывает. Ни один, кстати, человек не делает этого. Но, потому что это же мои пункты, а не великого какого-то проповедника. Это не пишите ничего. Вот. И ночные не ходите. Вообще не ходите. В церковь не ходите никуда. На зло придут все теперь. Вот. Я своей домашней группе говорю, приходите, ночную буду вести. Прославление сделали. Ой, вот этот особенный состав, с которым мы так будем молиться, поклоняться. У меня такая немаленькая домашняя группа, там числятся несколько, ну, больше десятка человек, там, в районе 17 человек, мужиков. У Элен там тоже несколько таких же вдохновленных женщин. Вот. И, ну, которые жаждут пробуждения и идут вперед, и все там, им нипочем. Побеждают этот мир. Я говорю, приходите, будем классно молиться. Будет такая ночная. Все, все, мы дежурим за этот месяц там. Все, я все ночные буду четыре ходить. Знаете, сколько пришло с моей домашней группы народу на молитву? Я бы не спрашивал, если бы это не было бы смешно. Ноль. Прикованный человек только был. Но просто он, просто он всегда был и есть, и он будет, короче. Когда подумаешь, что церковь вознеслась, а он сидит, значит, еще не было вознесения. Вот. Но, смотрите, но, ну, знаете, и я не вышел такой, ааа, никто не пришел. Да, да, и хорошо, что не пришли. И я рад, безумно рад, потому что они пропустили самую лучшую ночную. Они еще будут несколько, но 19-го точно приходите, потому что мы опять этот состав повторим, мы помолимся о крещении с тим духом. Я буду, ну, такие я учения даю именно о языках, потому что вообще люди в церкви перестали молиться громко. Перестали молиться, промаливать свою жизнь. А это необходимая часть нашей с вами жизни. Ну, ладно, про пункты, извините. Немножко ушел. Итак, три пункта. Вода, все. Ну, с водой все понятно, надо пить вот это, 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 вот так, вот так, вот так. Еда, вот это, вот это, все, по еде все понятно. Но стресс. Вот ты, если бы записывал, ты бы сейчас мог, если бы ты анализируешь у тебя нормально все с человеческой головой, ты не просто веришь каждому слову со сцены, а ты просто должен спросить. А со стрессом как бороться? Вот кто-нибудь, вот эти пункты, стресс разрушает, стресс убивает, стресс это самая главная проблема 21 века. Стресс, 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 стресс. А как, ну, что, и тут выходит проповедник умный и говорит, вы должны избавиться от стресса. Слушайте, да я вот сейчас в стрессе. Я переживаю, как вы воспримете проповедь, все ли вы слушаете или не слушаете, записываете, не записываете, придут ли мои люди с домашней группы в следующий раз на ночную. Вот, но, а я хочу их собрать на домашнюю группу и не прийти в ответ. Но! Кстати, запомните, вот я вижу ваши лица, вы улыбаетесь. Я надеюсь, это искренние улыбки. Приходите во вторник в 7 часов набор в третьем сугробе справа от помойки. Вот, я приду, буду, там буду вас ждать. 19.00? Нет, приходите в 12 ночи. Вот, ну. Но, смотрите, когда люди дают какие-то рецепты со сцены, очень часто мы, слушая, не можем применить их в своей жизни. Потому что, например, как бороться, ну, как не быть в стрессе, если у тебя много детей, если у тебя работа в России, если у тебя коронавирус кругом, если у тебя то здание закроют, то откроют, то ходить можно, то нельзя, то новые налоги ведут, старые убавят, прибавят. Ну, постоянно меняющиеся условия жизни. Как? Какие-то штрих-коды, что-то еще там, QR-коды. И ты живешь в атмосфере постоянных изменений. А любые изменения, именно момент такой есть, они всегда вгоняют тебя в определенную ситуацию. И стресс в самом процессе стресса нет ничего. ну, неправильного. Выделяется парочка-троечка гормонов, там, кортизол, адреналин, которые в твой организм подстегивают что-то либо по этому поводу делать. Многие часто говорят, гормоны стресса. Нет. Гормоны, которые выделяются во время стресса, говорить правильно, потому что это божьи, запланированные в тебе системы, которые тебя заставляют что-то делать. Но мы же с вами, современное общество, как мы переживаем стресс? Мы переживаем его сидя, лежа. У нас депрессия, у нас апатия, у нас опускаются руки, что написано в притчах «Посмотри на муравья-линеевец». Немного поспишь, немного полежишь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя. От того, что ты лежишь во время стресса, от того, что ты ничего не делаешь, не предпринимаешь во время того, что какие-то трудности пришли в свою жизнь, трудности не меняются, ты просто беднеешь. Писание об этом нас предупреждает. Поэтому у того, чтобы компенсировать стресс, который мы испытываем здесь, на этой земле, тебе нужен простой принцип. Тебе нужно понять, как он функционирует, и заняться его компенсацией. И я увидел принцип. «Бей-беги» называется. Организм человека не может переживать, выключить стресс просто сам по себе. Нужен какой-то ответ. Поэтому ты должен что-то физическое сделать, когда у тебя страхи, шуги. Ну, я, например, я ненавижу ходить к зубным врачам. Последний раз, когда я записывался к зубному, это было вот так. Я съел пачку пустырник Форте, взял телефон в руки и набирал номер. В итоге, примерно так выглядело, похоже, рядом супруга сидела, не мог же я вообще прям. Ну, я потел, все, испытывал стресс. Я не знаю, кто как что испытывает, но в какой-то момент я даже набрать номер не могу. Да не могу! Она берет номер, набирает, куху мне подставляет, и я должен с зубным врачом уже как-то разговаривать. Я должен к вам записаться. А когда я пришел туда, я вот так ложусь, я ощущаю себя самым несчастным человеком на земле. Знаете, как-то даже иголки вот эти вот такого размера. Она вот куда-то делала, куда этот угол? Зачем? Зачем такая игла? Зачем? Вот зуб, вот я, вот. Ну, все маленькое. Мозг. Они хотят проникнуть в мозг. Понимаете? Так вот, чтобы какими-то обходными путями и чип туда поставить. Да? Вот, ну, как в этом, спутники ВИИ. Вообще не разговаривайте о вакцинах, если вы не имеете медицинского образования. Просто сделайте себе прививку. Вот, но я могу объяснить это с точки зрения стада, но не буду. Вот, но я просто в сельском хозяйстве продолжаю работать. И смотрите, друзья, история в том, что я прихожу туда. Да, я испытываю стресс, но что мне нужно делать? Бей, беги. Организм должен выпустить вот этот пар. После того, как я вылечил зубки, но при том, я ей говорю, лечите все два, три, сколько у меня есть, заморозьте мне вот так все лицо, но я больше просто не приду, поэтому, да, часть на два, я вот вырублюсь и все. Вот, ну и, соответственно, я потом выхожу, у меня вот это все в организме выделилось, что делать? Я вдруг начинаю ощущать себя, я всем рассказываю, я лечил зубы. Вы знаете, а вы знаете, что делать? Вот я не знаю, как вы вчера там, вы там это, спасли пятьсот человек, с Альдины вы плыли, в океане вы выжили в условиях таких, и я лечил зуб. Вот это я, ну, мужчина. Я домой прихожу прям, как будто я миллион заработал прям, я же что, жена, иди купи, что хочешь. Я не знаю, на что, я вылечил зуб. А вот, значит, я, что-то нужно делать. Я просто одеваю кроссовочки и бегу. Потому что в движении через первый, второй, третий километр начинают выделяться эндорфины, некие вещества, которые останавливают выделение кортизола и адреналина, еще чего-то, что выделяется во время стресса. В том, они туда вбухиваются в кровь. Для того, чтобы это действовало, организм включает компенсацию. И знаете, что происходит с тобой? Ты выключаешь стресс и включаешь восстановление организма дальше. И ты это делаешь, производя над собой определенные усилия. Кто-то идет в спортзал, очень сильно помогают приседания. Мне приседания очень сильно помогали на первом этапе семейной жизни, когда мы с женой испытывали стресс друг как по отношению к другу первые 15 лет. Я приседал очень много. Ну, Челентанов в фильме «Колол дрова». Тоже тема хорошая. Но вы можете все, что угодно делать, но вы должны компенсировать то, что вы нашли негативное в своей жизни. Не жить с этим, а компенсировать. Так работает каждая часть нашей жизни. Я рассказал вам просто про стресс, но точно так же, когда вы увидели, что не хватает чего-то в вашей семье, в вашей жене, вы должны это компенсировать. Не просто с этим остаться жить, а вы должны это компенсировать. Точно так же, если вы видите, что у вас, например, финансы ваши, они сжираются вашими излишними тратами, вы должны пойти двумя путями. Либо вы ужимаетесь в финансах, либо вы компенсируете выпадение финансов дополнительными доходами. Вот так должно все работать в балансе вашей жизни. Если вы приходите в церковь, раз, ну попробуйте, вот просто, попробуйте перестать приходить в воскресенье. Я даже вам больше скажу честно. Ответите сами себе. Мне сейчас отвечать не надо. Я просто про себя знаю. Из онлайна в реальное собрание нужно усилие было, чтобы прийти. Но ты приходишь сюда, испытываешь совсем другое Божье присутствие и выходишь отсюда так, как будто бы, как я вылечил зуб. И наверняка в семье вы говорили, может в онлайн посмотрим, кто-то вас смущал. Кто-то вам говорил, да давай в онлайн. А что, ну можно же? Да можно. Можно. Но прийти сюда и сделать усилие получаешь благословение. И поэтому я говорю, что места писания, которые даны нам, как будто бы они нам не нравятся, они говорят нам о правде жизни. Царство небесное усилием берется. Вот что это значит? Это значит, что мы должны совершать определенные усилия. и усилия ты должен совершать в своей жизни, чтобы жить, продолжать жить свято. И ты должен также проявлять это усилие для того, чтобы, ты должен усилие проявить для того, чтобы человеку проповедовать Евангелие. Потому что вначале ты переживаешь, стесняешься или что-то делаешь еще. Усилие проявляет группа порядка, приходя в воскресенье в восемь утра. Это усилие. Я вообще считаю, что это люди, они самые лучшие люди страны, самые лучшие люди в церкви. Потому что нормальный проповедник, нормальный человек, который потом вырастает в что-то хорошее на сцене, всегда в начале несколько лет отрабатывает в группе порядка, чтобы увидеть у людей, улыбаться и так далее. Потому что там текучка жуткая. Потому что каждый раз ходить утром, тебе надо тут детей вроде привезти с женой. Ты встаешь раньше, ты потом вовлекаешь жену в это во все. Потом о прославлении. Они на неделе репетировали. Потом сегодня к семи утра, в семь тридц они пришли. Это во сколько надо из дома-то? Они все живут не здесь, ну кроме одного человека. Но они-то все живут не пойми где, тоже далеко, на машинах, в этот мороз. Они собираются сюда. А недавно, в пятницу, они были на ночной. А перед этим они репетировали там в среду или в четверг. Они еще наверняка ведут домашние группы, ходят на какие-то мероприятия. А я воскрою вам еще тайну, они еще работают где-то. Никакой, как говорится, личной жизни. Может быть. Но это верность. И они идут сюда. Я вам гарантию даю. Они идут сюда не так, как я сегодня шел. Просто проповедь. Я бегу к тебе. Я сейчас вам тут скажу проповедь. Я в восторге от этого. Ну нет. Каждый из нас приходит сложно, переживая, услышат или нет. Перед вами сегодня Константин был. Замечательный. Выступал о пожертвованиях. Он, хорошо, что он сходил на первое собрание и там попроповедовал. Потому что он давно не был на сцене. Он давно не говорил перед какой-то аудиторией. На первом собрании он вышел и у него так все пересохло, что мы его отпаивали теплой водичкой на сцене. Потому что он раз и вдруг оказывается, аудитория, люди смотрят, каждый со своим представлением о Константине смотрят. А представления у нас у всех друг о друге разные. И я, ну просто уже если подслушать церковь, кто что про что говорит, так интересно, так много нового о себе я узнаю. Недавно узнал, что я какой-то девчонки подкатываю. Ой, есть еще порох в пороховницах, если так думают про меня. Схуднул, замолодился, а знать кого-то завел. Ну естественно. Или пытается завести. Завожу, завожу. Обожаю тебя. Вот, поэтому, друзья мои, чтобы ты кто это сказал, чтобы ты на первом собрании можно всякие штуки такие говорить, а здесь запишут. Чтобы ты чтобы тебя кто-то нашел. Вот, ну, итак, смотрите, Екклесиас 4.4. Откройте, пожалуйста, Екклесиас 4.4. Правда жизни. Я хочу просто вам такие примеры. Видел я так же, всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. Я сейчас вышел из здания, смотрю, стоит BMW. Нормально вроде было настроение. Ну, я написал гвоздем новая, потому что я первый раз вижу. ну, смотрите, есть правда жизни. Успех в делах рождает взаимно между людьми зависть. И это суета и томление духа. Суета и томление духа. Раз какая-то вещь внутри тебя выпрыгивает, да не, ну мне не так, я, как, знаете, как, а я свою сел в BMW, вот, в духе. Ну вот, и уехал дальше еще. И я, а главное, я вот на это BMW посмотрел, повернул голос, говорю, лицо влево, опять BMW, без номеров, чье не знаете, там колеса мы скрутили, вот, ну, и люди раз, и почувствовали какую-то зависть. Есть два, два варианта реакции. Первая реакция, это, начать что-то придумывать про этого человека, ну, как-то его немножечко там, ну, жене свое объяснение, зато он, ну, вот, в общем, да, лысый, ну, например, там, ну, и что там еще у него, или там, жирный, там, ну, что, я не знаю, что ты придумаешь, что хочешь. Либо, что-то начать делать с собой, со своей завистью, может быть, со своим уровнем заработка, если уж прям вот так ты хочешь эту машину. И знаешь, что интересно? Если ты останешься и просто будешь пукать в сторону этих людей, у которых все стало хорошо, и ты говоришь, ну, да, это вот, в природе вот заложена зависть, вот будут завидовать, и ничего в твоей жизни не изменится. Либо ты проведешь работу с собой, не с этими людьми и над этими людьми, а с собой. И через пару-тройку лет тоже приедешь на подобной машине. Это, ну, ничего плохого же нет мечтать о хорошей машине. Пожалуйста, никаких проблем. Но ты должен работу произвести внутри себя со своей вот этой жабой, которая квакает, вот это вот все, на всех что-то говорит, там, куда-то, что-то, ну, объясните мне, пожалуйста, вменяемому человеку, зачем рассказывать, что я кому-то там что-то подкатываю. Ну, это же бредятина вообще. Ну, ладно, хорошо. Даже если это не бредятина. вот, вот, ну, то, зачем это рассказывать? Что внутри тебя заставляет клеветать на человека просто так? Притом я даже, я примерно догадываюсь, кто это делает, но, ну, я думаю даже, я даже не соприкасаюсь с этими людьми. Зачем? Я что вам должен, зачем вам этот дурацкий информационный повод? Ну, я только гордость от этого испытываю, что я, оказывается, еще хороший. Вот. Но, ну, точно не то, что там что-то другое. Вот. Поэтому мы с вами, как люди, мы должны понять, что мы живем в атмосфере Галат, Галат, пятая, глава, семнадцатый стих. Это наше с вами человеческое такая вот, ну, природище. Галат, там, семнадцать, да? Кажется там. Я жду, когда потемнеет экран. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга, друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Мы так с вами живем. Нас разрывает на куски. Здесь одно. Здесь другое. Мы иногда от своих мыслей ужас какой испытываем. Иногда мы поем песни прославления. Заметь, что мы, мы поем, и мы путаем тексты так, настолько греховно внутри, что прям, ты выпрыгиваешь и говоришь, что что такое? У меня есть перлы, которые я читал в пятницу. С библейских курсов. Люди пишут, тесты когда пишут, они пишут такой ад вообще просто, что некоторые вещи, вот кто был ночной, те посмеялись. Но я же, реально же невозможно сказать в собрании. Правильно? Поэтому ходите на ночную. Вот там я иногда зачитываю перлы. Но тем не менее, как мы видим, что люди, местописание там, ну, не, но я не могу не прочитать одну вещь. Ну, а ту не буду. Не бойтесь, все нормально. Так, так, перлы были, если в школу не постали. Приготовил трапезу в виде врагов моих. 22-й псалом. Приготовил мне трапезу в виде врагов моих. Ты когда писал, ты где вообще сидел? В Африке? Ну, в смысле, на острове и жрал кука? Я не пойму. Ну, в каком виде твоих врагов? Или ты делаешь торт с моим лицом на себе на день рождения? Режешь его и ешь счастливо? Ну, в смысле? Ну, и подобное. И люди, люди бахают. И ты, и ты живешь, ты иногда смотришь на себя, и ты оцениваешь себя, думаешь, я вот тут плохой, что со мной произошло? Но я хочу добра. Во мне этого не получается. И нас вот это все разрывает на куски. Но я пришел к одному удивительному выводу. Все, что происходит в нашей жизни, мы должны проанализировать и все негативное с этим начать бороться. Либо его вот компенсировать, как то, что я рассказывал вам про гормоны стресса. Про все эти вещи ты должен начать с этим работать. Аминь же ж? А? Нет? Аминь! Потому что здесь написано во второзаконии 6.25. Написано не соблюдайте заповеди, а там написано в второзаконии 26.25. Там написано и всем будет наша праведность, если будем стараться исполнять. Не исполнять. Ну, невозможно сделать все идеально. Невозможно прожить идеальную жизнь. Невозможно жить без ошибок, без того, что ты оступишься, без того, что с тобой что-то произошло. Так не получится. Нет таких жизней. Она была такая жизнь. Но это был Христос. Это была другая природа. Это был наш эталон. Но здесь в послании он пишет евреям, он говорит, ребят, и вначале риторика меняется. Если вы читаете сначала Библию, он говорит, вы должны исполнять, должны исполнять, должны исполнять. Они через это море прошли, здесь все плохо, здесь все, здесь не смогли, у них одно, второе, третье превратились, они вообще не пойми во что. И он говорит, старайтесь хотя бы. Вот такое требование звучит к нам. Старайтесь исполнять то, что написано конкретно вам. Вот знаешь, старайся быть достойным мужем в семье. Старайся. Получится, не получится, ты попробуй. Вот ты попробуй. Шесть лет назад я написал себе, я взвесился шесть лет назад. Первый и последний раз. Весы сломались. Мне написали, мы мешки с картошкой не взвешиваем. Там не картошка была написана. Вот. И я взвесился сто два килограмма. И я понял, что это проблема. Ну, моя проблема, да, я смирил давление, не очень, мне не понравилось, все остальное. Я написал шесть лет назад восемьдесят восемь килограмм. Хочу весить восемьдесят восемь килограмм. Я почему-то думаю, что это такая запредельная число после ста двух. И каждый год я переписывал эту цифру. Я там еще доход свой писал, тоже переписывал. Я вот переписываю из года в год этот план. Знаете, интересный момент. Пошло шесть лет, и я взвесился недавно. Я сходил там, сдал анализ крови, все-все-все, все как надо было сделано, потому что я тут кое-что изменил в своей жизни. И я стал весить восемьдесят восемь килограмм. И я как-то даже взвесился потом восемьдесят семь. И весы прям, знаете, когда вот эти весы вместо ста двух показывают восемьдесят семь, они улыбаются. И ты думаешь, им легче? Им легче. Да всему легче. Да земля легче тебя носит. Ну, намного. Просто всему, всем стало легче от того, что ты сбросил. Но смысл в том, что я не жил эти шесть лет в осуждении. Опять, нет, сто, опять сто. Я все время жил с пониманием все равно когда-нибудь, и я переносил эти цифры. Я переносил. Я не останавливался в этой мечте похудеть, похудеть, похудеть. Я знаете, сколько сейчас написал? Я написал восемьдесят пять. Не знаю, через сколько десятков лет, но суть в том, что, может, я перенесу, может быть, но я хочу стабильно, стабильно, в определенный двигаться. Исходя из этого в моей жизни произошли изменения. Я просто специально никому ничего не рассказывал. Я ждал момента, когда придут результаты анализов вот этих вот крови моей. У меня вообще все прям мне даже вплоть до того, что такое ощущение, что я принес у этой, у дочери взял, у четырнадцатилетия и сдал вместо себя. Потому что у меня в норму вообще все, кроме трех показателей. Слушайте, трех показателей. Знаете, каких? которые как раз дают сбой в результате жизни в постоянных переживаниях и стрессе. Знаете, что я понял по результатам моих анализов? Что мне нужно продолжать бороться с тем, с чем борется весь этот мир. Продолжать бегать, ходить в спортзал, работать со своей верой, обращаясь к Господу в понимании того, что Он все устраивает точно так же в моей жизни. Есть вещи, которые нужно продолжать. Ну, там не критичные, кстати, на самом деле, там предел 170, у меня 171. Обалдеть вообще. Вот, я даже бы не заметил. Но я, кстати, и не заметил. Это в табличке просто было нарисовано, выделено с плюсиком каким-то. Но суть в том, что не критично. Ну, все остальное, младенец прям родился нам. Вот, все прям, все четко. Но перед этим была жуткая работа. Отсутствие каких-то вещей, связанных с сахаром, вот, вода, ограничение еды и бесконечный бег и ходьба после еды 10, вечером 10, 15 этих, не шагов. Тысяча этих шагов. Вот. То есть, обязательно все эти вещи. Но самое лучшее, что у меня произошло, у меня прям есть фоточки. И я хочу прям засвидетельствовать, потому что этому всему способствовали разговоры двух проповедников между собой, да, это Коплинт и Колберт, они разговаривали о здоровье. И они говорили, что нужно делать и зачем следовать. И я увидел такую вещь. В моей жизни всегда была одна трудность. Одна трудность, которая называлась «Нет, не ты. Ты моя радость». Вот. Но в моей жизни была трудность всегда одна. У меня было повышенное давление всей семьи. У меня, у бабушки был там инсульт, у мамули моей почти был инсульт и так далее, и так далее. И, конечно, дурацкая вот эта тема генетических изменений у вас на генном уровне, там, бля-бля-бля-бля-бля-бля, всякая вот эта чушь. И у меня, я все время отмечал у себя повышенное давление. И знаешь, когда ты живешь молодым, веселым, тебе плевать на твое давление, к сожалению. Вот. Ты пьешь Кока-Колу, жрешь бургеры и идешь прям по дороге в никуда. Но со временем ты начинаешь вспоминать, кто как закончил с давлением. Вот. И ты, знаешь, и хочешь избавиться от давления. Ну, просто это нормально. А 90% давления невозможно даже сказать из-за чего. 90%. Ну, 10% только можно диагноз поставить. Почему? А остальное все, оно просто вот есть. И все. И благодаря тому, что я стал, вот перешел на этот образ жизни, слушайте, чтобы вы поняли, меньше 130, у меня оно не опускалось вот верхнее. Никогда. Я четвертый месяц меряю давление. 118 на 78 каждый вечер. Я даже думаю, а не полететь ли в космос мне? А не начать ли готовиться? Ну, в космос не полечу, там надо к зубному перед этим сходить, провериться. Но на самом деле я сделал усилия, на самом деле это жуткие усилия. Мне понадобилось поменять вообще всю в своей жизни. Друзей всех потеряли мы, потому что ты теперь, мы к кому не придем, люди не знают, что нам давать. Это такое дурацкое ощущение, когда ты к кому-нибудь приходишь и тебе, значит, человек у холодильника стоит, а вы это едите, а вы это едите. Такое ощущение, что мы это, ну, пенопласт сожрем. Ну, ну, мы все едим. Все нормально. Просто все там, ну, по-другому все сделаем. И знаете, в какой-то момент у тебя происходит какое-то переосмысление взаимоотношений с людьми и так далее. Но самое забавное, что у меня еще такая была полумечта. Я 1 января мечтал утром в кроссовочке надеть и бегать по городу безлюдному. По зомбоапокалипсису. Вы знаете, я вот 1 января, у меня вся семья спала. Дети спали, все спали, все. Я в 10 утра одел кроссовочки, вот эти вот штаны безумные, вот эти беговые-то, ну, дудки-то такие, которые, как будто ты в балет устроился. Ты выглядишь абсолютно нелепо в бегательной одежде. Просто придурок. Вот прям все прям, придурочный придурок прям. А если ты 1 января бежишь, ты прям в квадрате прям. Тебя проклял весь город, прям из окна или где-то там вот по дороге. И я побежал, я бежал по улицам, по безлюдным просто. Как только, только несколько человек шли на работу. И они были самые негативные люди в мире. По дорогам там один-два человека может быть брали какие-то машины. Кто-то проезжал, таксисты зарабатывали миллионы, они проезжали мимо. Прям деньги вот так вот выбрасывали из окон. Так все выбрасывали. Я брат отбил, все. Вот. И я, и бежал я. И знаете, вот это ощущение, что весь город считает тебя ненормальным. Как оно мне понравилось. Я бежал и думал, это же прям первая церковь. Нас все считают ненормальными. Нас считают, что мы вот проповедуем, ходим в правильную неправильную религию, еще что-то. Но ты от этого вдруг начинаешь испытывать ощущение удовольствия. Я так рад, что я в евангельской церкви. Я так рад, что Бог показывает мне места Писания, которые говорят обо мне, что я должен работать над собой, а не над тем, кто сидит рядом. Я так рад, что от того, что с нами происходят трудности, мы становимся проще. А когда мы проще, люди к нам тянутся. Писание говорит об этих вещах, что мы с вами готовы сейчас вместить всех. Нас уже сейчас... Я недавно был в одной церкви. Слушайте, я был в одной церкви, просто я стоял там, а там произошло возвращение всех, кто когда-либо куда-то ушел. Вы знаете, я просто смотрел на людей, они после разводов, после каких-то реабилитаций, они после разрушения своей жизни, после того, как обзывали, хамили, все, что было, они все потихоньку, лет через пять, через шесть, все вернулись в церковь. И я стою в этой церкви и прям такой оглядываюсь назад и понимаю, что там нужен не пастор, а, знаете, врач. Притом врач для дурдома, потому что, ну, людям нужно восстановление, они с огромным багажом трудностей и проблем, которые они хватанули не просто в миру, а вообще уйдя из церквей. И они пережили какие-то вещи и что с ними делать? Там нужно особенное пасторское помазание, поэтому я туда пришел, а запроповедовал и быстренько уехал, чтобы не отвечать на вопросы людей, потому что у меня нет ответов на их ситуации. Просто в такое себя загнать, только Бог может решить эти вещи, но только при одном условии, если эти люди продолжат над собой работать. Вот здесь инструкция по тому, как должна существовать и действовать твоя жизнь, как ты должен эксплуатировать свою жизнь, свою семью, свое тело, свое здоровье, все вот эти вещи, ты, изучая ее, принимая к себе то, что здесь написано, будешь преображаться из славы в славу. Твоя семья будет лучше и лучше. Ты будешь принимать себя таким, какой ты есть, ты будешь принимать других такими, какие они есть. исчезнут какие-то претензии, ты будешь не завидовать, что люди купили новые машины, а радоваться тому, что они их купили. Это счастье, потому что это, ну, реальное счастье. Человек способен купить это, это, это. Я хочу на ночной, на ближайший молиться за людей, которые испытывают трудности с финансами, особенно в покупке жилья. У меня прям есть откровение, что мы с вами помолимся. И вот знаете, что интересно, вот я сказал, если у тебя есть трудности, то ты придешь. А если у тебя есть трудности, и ты не придешь, то не будет никакого жилья. Понимаешь разницу? Если ты совершаешь действие, на него приходит Божье благословение. Если мы ничего не делаем, а просто сидим, знаете, там, я помню, мы сидели на заре своей христианской жизни, холодильник наполнись, холодильник наполнись. Какая дурь. Вы должны приказывать своему кошельку. Я слышал, как кошелек приказывает тебе, а вот как ты приказываешь кошельку, ну в смысле, наполнись. Ну как? Ну что это? Ну что? Иди на работу, тогда и холодильник наполнится, и кошелек там заткнется, будет, перестанет этой, как рыба, ртом своим без денег хлопать. Ну, это так меняется, это так делается. Мы прилагаем усилия, да? Давайте это место выведем и будем им заканчивать. Как оно у нас, где? Вот, да, все правильно. От дней же Яна Крестителя до ныне, это до сейчас, Царство Небесное с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вторая часть стиха важна. Смотрите, вам говорится, усилим берется, семья усилим берется. Усилим, чтобы была она лучше, усилий. Хочешь над этим работать? Будет хорошая семья, не хочешь? Не будет. Стоишь у алтаря, пока смерть не разлучит нас, красивые слова говоришь друг другу, знаете, в скудости изобилии, в болезни и здравии, до тех пор, пока смерть не разлучит нас, мы будем вместе. Ой, красиво как! А когда приходит болезнь, когда уходит здравие, когда приходят какие-то вещи, приходят испытания, ты сразу соскакиваешь, ты говоришь, не-не-не-не, как будто бы нет. Но вторая часть стиха говорит, употребляющие усилия. Нет другого пути. Мы должны работать над собой, и тогда наша жизнь изменится. Мы должны работать над этой церковью, мы должны работать над своими домашними группами, прославление должно бесконечно репетировать, они не могут собраться, вы можете сказать, а что такого? Они все умеют играть, пусть они соберутся вот перед собранием. Так не будет. Проповедник должен готовиться к служению, да тоже, места писания должен подготовить, выписать, какие-то пункты там сделать и так далее. Должно быть все сделано для того, чтобы каждый из вас сюда пришел и испытал Божье благословение, был затрачен труд огромного количества людей. И это принесло благословение в церковь. То же самое твоя жизнь. Он поработал над собой, 7-8 лет поучился попадать в эти черные-белые штучки, которые они называют клавишами, и у нас благословение. Но если бы он однажды сказал, зачем, я буду тиктокером. И все, у меня будет слюна по бороде, и я буду видео снимать. И что? Мы бы сейчас что делали? Не знаю. Другого такого нет, на мой взгляд. Чтобы не уходил отсюда никогда. Но и так же каждый из нас с вами. Каждый из нас. Мы делаем над собой усилия, и жизнь, и мир вокруг нас становится лучше. Как только мы внутри станем лучше. Аминь, жиш.